Всем привет, всем добрый вечер и всем замечательного настроения. Мы с вами начали такой самый базовый курс, а что, собственно, делать. Причем не для религиозных и не религиозных, а просто о чем сортовать и вообще, что такое еврейское направление на практике. И поскольку человек — это его поведение, так что, в чем выражается еврейское поведение. Тут мы говорим только про программу «Минимум». То есть мы говорим здесь про Тору в низком разрешении. То есть, знаете, когда вам на экран выводится изображение, оно как бы такого разрешения не очень, но все, что происходит, понятно. Мы здесь говорим о таком, совершенно для начинающих. Будем говорить не о том, как там соблюдать или что-то, вообще для прям самых, как просто сдвинуть. Если я на нуле, то как сдвигаться с нуля. И тоже я хочу показать, что есть очень много вещей, очень простых. Есть очень много вещей, которые вы уже делаете, но просто об этом не знаете. Это первое. Мы здесь про программу «Минимум». Второе. Мы здесь будем говорить про порядок какого-то продвижения и про ошибки людей в этом. О чем мы говорили в прошлый раз, что одна из самых больших таких вот глюков в человеческих головах — это то, что они выводы делают о Торе, об иудаизме, в общем, как это ни назвать, из людей. Но приходя в мир еврейских людей, люди видят что? Люди видят, ну, самые первые, наверное, это, я не знаю, допустим, вот Штраймалы, да, и черно-белый вот этот, черно-белый мир вот такой. И что еще видят? Не знаю. Какие-то кипы, синагоги. И вот это все 90% всех вот этих вот вещей — это не как бы ядровые ключевые вещи, это заповеди, это какие-то что-то обычаи, что-то заповеди по мудрецам. Мы здесь будем говорить только о самых ключевых вещах, потому что человеку, который... Мы с вами говорили, что вот эти заповеди мудрецов — это буферная зона, но человеку, который вне этой темы, ему нужно узнать, что там в ключевых... Как бы ключевые основные, ключевые основные моменты, и начинать потихонечку, потихонечку с них в том, где он может. Так, теперь на человека как бы первое вот это впечатление всего, вот это 90% чего он видит, оно производит впечатление такое, может быть, ой, сколько всего, и все какое-то непонятное. А по-настоящему это все как бы он видит, ну, люди видят фантики, они видят какие-то очень внешние слои, часто не разбирают в том, что внутри, и вот это впечатление ошибочное. И в плане кашрута мы тоже сейчас будем немножко говорить про кашрут, так в плане кашрута мы тоже это... там я покажу это на примере. Окей, продвижение только маленькими шагами. Что это обозначает? Это обозначает, что... Снова у людей мы говорили о том, что часто мировоззрение такое очень черно-белое, то есть или да, или нет. Или я окей, или не окей, или соблюдение, или несоблюдение. Работает, я думаю, система совсем не так. Если ты сейчас находишься на уровне, что ты не соблюдаешь шаббат, и, допустим, куришь, то твоя заповедь сейчас, прям вот твои отношения с Богом равно посчитать, сколько сигарет ты куришь в шаббат, и в следующий скурить на одну меньше. И вот в этом будет прям твоя заповедь, и будут твои личные отношения с Богом, и в этом и будет вообще вся твоя тора для тебя. И это очень круто, и это очень важно, и это очень ценно. Вот, это очень важная штука такая, которую надо понять, про которую я буду здесь говорить. Дальше, значит, некошерная, вот, ну, то есть есть как бы вот зеленая зона, да? Мы уже говорили, мы здесь будем говорить не про зеленую зону, но там вот в незеленой зоне там очень много вариаций. И некошерное, оно бывает разное, но любой адекватный человек, он выберет то, что лучше. То есть, например, то есть есть проблема, допустим, назовем слово такое страшное, проблема. Скажем там, некошерную равно, ну, кошерная значит пригодна, может быть пригодное или непригодное поведение. То есть это вообще не относится только к еде, это относится в принципе, что-то годное или не годнота. Да, теперь проблемы могут быть совершенно разных уровней. Может быть проблема, что там, не дай бог, умер кто-то близкий, и может быть проблема, что ты срываешься с крыши. А может быть проблема, это как бы проблема-проблема. Может быть проблема, что у тебя там жужжит комар над ухом, и ты никак не можешь его убить. Так вот, и он мешает тебе спать. Любой человек, он бы предпочел, как бы, комара, а не те проблемы, которые я перечислил выше. И, соответственно, вот во всех этих уровнях того, что оно нехорошо, или там не, как бы, не супер, в нем есть тоже совершенно разные уровни, и очень часто человеку можно просто не приложив ни одного усилия заменить себе проблему очень серьезного уровня, вообще на практически, просто на маленького комарика, который, в принципе, никому, никому не вредит. Вот, и любой адекватный человек, он бы это выбрал, поэтому это выбирать стоит, особенно если мы не говорим о том, что какие-то усилия вообще нужно затрачивать. Топ-3 такой стартер-пак. Самые важные, в чем-то простые, в чем-то ключевые вещи. С чего начать, basics, да? Первое, это левая сторона будет для мальчиков. Самая первая заповедь, это обрезание. Вторая такая, это то, что при бармитве, начиная в 13 лет, это отфилин. Для девочек самый такой basic starter pack, это обычно, ну это уже на девчачьих уроках девочки будут проходить, кто будет. Это есть тема зажигания свечей перед шабатом, и есть тема отделения халы. Это как бы первый кусочек. И дальше есть две вещи. Это как бы два столпа торы в действии, два столпа торы на практической жизни, в ежедневной практике. То есть, в чем больше всего выражается еврейское житие вообще? Вот ты идешь как бы по миру, будучи евреем. Что это обозначает? Это как бы топ-2 вещи в действии. Это первое, это шабат, второе это кашрут. Вот. И шабат это как бы то, как человек наполняет свою жизнь божественностью во времени. Это то, где у нас есть Бог во времени. А кашрут это то, где у нас есть Бог, чем ты наполняешь свое тело, как он есть у тебя в еде. То есть, это как бы Бог в пространстве, скажем так. То есть, это то, как евреи наполняют жизнь божественным в самых разных отношениях. И теперь мы сделаем бриф, как бы. Теперь мы делаем бриф по торе, вообще прям по базовым вещам. Значит, первое из тех вот четырех самых первых, которые я упомянул, я скажу только про брит. Брит – это брит мила, это обрезание мальчикам делают на восьмой день. Это первая заповедь, которую Бог... Кстати, Аврам не делал обрезание на восьмой день. Он сделал его... Мне кажется, в девяносто девять. Да, Аврам сделал его в девяносто девять лет. Это первая заповедь, которая была дана непосредственно от Бога человеку. Эта заповедь, она... Это прямо сейчас очень коротко так. Она, во-первых, она очень простая, одноразовая, и самому ничего делать не надо. У кого нет мотива, еще бывает, что что-то задарят. Вот. Зачем дарить? Ну, как дети начинают с конфет, детей только конфетами можно во что-то заманить. И дальше у каждого человека свой уровень мотивации. И в Торе действует такой принцип, что человек из того, что он делает вещь не ради нее самой и не ради ее самоценности, а ради каких-то внешней мотивации, ради внешних плюшек, он постепенно может прийти к тому, что будет делать из понимания, из внутреннего уже понимания вещей. В общем, это раз на всю жизнь. Митва такая, всегда с тобой. Я всегда с собой беру. Окей. Мужчина без вот этого, без брита, он живет как бы вне базового договора с Богом, вне самого базового. То есть, он не расписался и печать не поставлена. Теперь можно задать вопрос, а что меняет печать? Ну, как бы, очевидно, что в физическом мире печати подпись ничего не меняют, но как бы одна подпись в жизни может загнать тебя в узы нежеланного брака на всю жизнь. Одна подпись может загнать тебя в адские долги, обязательства, что за тобой бегают кредиторы. Она может... Одна подпись, в итоге это очень важно, она может разрушить твою жизнь, она может дать тебе миллиарды долларов. И это как бы такая первичная подпись, так? То есть, в итоге оно как бы меняет все. И человек как бы вне вот этой штуки, он находится вне общего договора евреев с Богом, как бы еще вне игры. Грубо говоря, жмешь на кнопки, но электричество не включено. Ну, или как вот самый забавный пример про это, что обрезание – это активация аккаунта. Человек как-то чувствует, что у него где-то активировался аккаунт. Ну, в банке ты поставил подпись, и тебе активировали аккаунт. Ничего не чувствует как бы. Но если он знает, что у него активирован аккаунт, то он начинает туда кидать деньги там, да? Начинает ему что-то приходить, он может брать какие-то кредитные средства и так далее. И начинается весь этот обмен, приходит кэшбэк и разные удивительные плюшки. Вот. Но если аккаунт не активирован, то сколько бы у тебя замечательного всего потенциала не было, ничего там не происходит. Обрезание обычно делают на восьмой день. На восьмой день есть какие-то исследования, что обычно это тот день, в который состав крови самый хороший под это дело. Какие-то там гормоны, то есть там то ли лучше сворачивается, то ли кровь, то ли… Я сейчас точно не скажу, просто помню, что есть такие исследования. Ну и плюс огромный процент разных опухолей, заболеваний и так далее у мужчин связан обычно вот с этой сферой их… Ну это я тоже исследование про это видел. Такая побочная плюшка от обрезания, она решает много таких подобных вопросов. В Америке, например, обрезают много просто так без религиозных каких-то задач. Это, разумеется, не то, почему мы делаем брид, это просто такие еще… То есть, скорее, с еврейской точки зрения, вот эти побочные плюшки, они есть… То есть, не поэтому евреи делают обрезание, а поскольку евреи делают обрезание, поэтому есть эти побочные плюшки. То есть, поскольку мысль порождает у человека действие, также мысль Бога порождает действительность и то, что в ней есть. Окей, теперь что же для девочек с обрезанием? Ничего. Почему? Потому что девочкам аккаунт активировать не надо. Почему? Потому что девочки, они уже с аккаунтом. По рождению они уже с аккаунтом. Почему такая несправедливость у нас, у евреев? Потому что, ну так вот вышло, что вот есть граждане Объединенных Арабских Эмиратов. Им как бы повезло. Вот, у них уже аккаунт открыт, и ништяки уже там их лежат и ждут. Вот девочки в отношениях с Богом, они на более глубоком эмоциональном контакте. Лучше видят это в повседневной жизни. И, соответственно, девочки в отношениях с Богом, так же как граждане ОАЭ в отношениях со своим государством. Я вас поздравляю. Окей, в общем, самое первое, самый первый аплодисмент. Значит, самое первое это, итак, активация аккаунта. Это если для мальчиков. Дальше второй знак, второй знак для каждого еврея, знак номер два, это шаббат. Вот. О чем он? В общих чертах, да, то, что Бог все сотворил, что мир создан, он не взялся из ниоткуда, это не случайное какое-то событие, то есть в нем есть причина, есть цель, и есть, то есть у каждого человека есть в этом мире определенный путь, который ему определен, есть Всевышний, который все это устроил. И шаббат – это свидетельство своим поведением каждую неделю, что это так. Окей. Это чуть-чуть про шаббат, и потом второе, вот это вторая как бы основа, про которую мы сказали, два столпа. Первый шаббат, второй кашрут. Шаббат – это про базовые убеждения, а кашрут – это про то, что как бы, когда ты по миру уже двигаешься, это чем ты заливаешь свой бак. На каком бензине ты едешь. Вот. Это такие две базовые вещи. Теперь про вот эти два столпа, столба, столба, что еще мне нужно сказать? Шаббат – самое базовое, вот прям стартер пак внутри шаббата. Там много всего. Но самое базовое, что вот как бы ключевые, самые важные вещи – это огонь, наверное, да, зажигать огонь, использовать электричество, перенос вещей. Ну, в карманах там или что-то. Вот это как бы три ключевые такие вещи, прям вот если в низком разрешении. Про кашрут основные моменты – это что? Тоже две вещи можно выделить, наверное. Некошерное мясо и некошерная рыба. Ну, и самое простое – это ешь побольше овощей. Чем больше овощей, тем больше кашрут. Очень просто. То есть, веган, он почти, почти, почти кашер, почти ест кошерное. Все. Окей. Значит, и теперь, вот после этих, ну, мы как бы сказали с вами, опять, какие-то предисловия, сказали с вами базовые вещи, такие, с чего начинают мальчики, бритмила и что? Бритмила и филин, девочки. Есть там, ну, видите, у мальчиков такой же скачок чуть-чуть, да, какие-то там черные ремни на себя, там, что-то резать. А у девочек там свечка зажгла, там, кусочек теста отделила, ля-ля. В общем, все. Иудаизм он такой, очень любит девочек. Хорошо. Значит, и два столпа. Это был кашрут и шабар. И сегодня мы, сколько у нас есть времени? Вот, полчаса на кашрут, замечательно. Кашрут за 30 минут или меньше. Здесь будет не про то, как играть в баскетбол, а про то, как бы, как забивать GPS до баскетбольного поля. Дальше баскетбол можно быть зрителем, любителем, профессионалом. Тут мы обсуждаем только вот, как бы, типа, где парковка, там, ну, вот такие всякие вещи. Вокруг до около. То есть, что из некошерного, более кошерное, скажем так. Или то, что как бы кошер. Ну, или то, что я рассказывал с чизбургером. Итак, базовые вещи про кашрут. Первое, это мясо и рыба, и второе, есть больше овощей. Окей. А теперь хочу некоторые предисловия про кашрут. Значит, есть три заблуждения, мне кажется, топ-3, которые можно вспомнить. Если у вас сейчас возникают вопросы, вот здесь, прям, по любому наименованию, спрашивайте, это будет очень позитивно. Значит, ну, сначала маленькие предисловия. У людей, люди живут таких очень интересных, вообще, каких-то собственных историях. Одна из собственных таких интересных, удивительных историй, это, ну, такой миф, заблуждение, что кашрут, это, например, не есть свинину. Да? И человек говорит, я, ну, я ем кошерное, да, я не ем свинину. Это, как бы, так говорят люди, которые, ну, вообще не знают, что такое кашрут. То есть, это, это примерно ответ, знаете, третиклассника о том, что такое отношение. Он отвечает, отношение, это дарить цветы или целовать в щечку. Ну, посмотрим, что ты расскажешь, когда тебе будет 35 и 10 лет совместной жизни и трое детей. Вот, то есть, вот это примерно ответ про не есть свинину. Второй вариант, это, ну, вот это люди вообще, как бы, на нуле, да, еще. А потом есть следующая стадия, и она тоже такая бредовая. То есть, первая стадия, она такая, там, ой, я не ем свинину, это все кашрут. А вторая стадия, она в другую крайность. Вторая стадия, развитие хомо сапиенса в кашруте, она такая, что те, кто столкнулись уже с еврейским миром и увидели его, как бы, весь, но еще ничего не поняли, но подумали, что они все поняли. Вот, и у них возникает ощущение, что ничего нельзя. Вот, то, что все можно только с каким-то значком, значит, на пачке, только в кошерном магазине эти бедные, соблюдающие, они несчастные люди, которые страдают, живут чуть ли не в посте, живут на, я не знаю, на воде и на маце, и, в общем, и жизнь их тяжела очень. Вот, это похоже на ответ восьмиклассника, которому, знаете, которому, который, не знаю, влюбился, ему отказали, и он очень огорчился. Вот что такое, такая реакция, да, обратная реакция. Это тоже такая, очень, очень поверхностная. То есть, это, это говорят люди, которые знают чуть больше, чем первые, но, но не намного. Окей, и теперь еще маленький момент, тоже, что есть, то есть, вот это крайности какие-то. По-настоящему, в любой сфере, в еврейских, в еврейском, как бы, законодательстве, в еврейском подходе, есть, кошерная, это не одна тропинка, это коридор такой, широкий коридор. То есть, например, там, если брать про молоко, ну, вот просто первое, что мне приходит в голову, да, молоко можно просто, ну, вот, в России точно так покупают, здесь тоже можно, просто вот, молоко ГОСТовское, ГОСТ, как это, в Украине тоже ГОСТ это называется, да? Ну, типа по, ну, а? Дестун. Ну, в общем, вот этого, фабричного производства, вот этого, просто молоко коровье, вот просто, вот, в принципе, любое. Вот, это как бы, ну, вот начало коридора кошерности. И потом есть, как бы, самые там белые, самые там пределы, то, что, молоко должно быть только, значит, только что, что за дойкой, ну, или за производством следит еврей, который следит, как там все происходит. как бы, то есть, есть, даже в кашруте есть очень, как бы, большой, этот, ну, как бы, коридор, да, понимаете, о чем я говорил. Ни одна тропинка. И третье заблуждение, первое заблуждение, то есть, первое, это то, что я ем свинины, я ем кошерные, второе, это то, что, боже, кошрут, это все нельзя, и все только с экшером, и столько с какими-то непонятными значками. А еще, вот, тоже веселый вопрос, это халя, если я ем халяль, это, как бы, более кошерные, да? Вот. Халяль знаете, что это, да? Вот. Другой стороной вопрос. Мусульманский кашрут? А? Мусульманский кашрут? Ну, типа того. Так вот, как бы, мусульманам повезло, потому что кошерное, это халяльное, но халяльное, оно вообще не кошерное. Вот. То есть, как бы, корреляция для нас, она достаточно, нулевая. Ну, вот, как кто-то спрашивал в одной группе, я видел, а все-таки, а почему же все-таки халяль нет? Там же вроде только в седалищном нерве проблемы. Вот, я покупаю курицу иногда, там, то, сё. Ну, в общем, какие-то вот такие вот вопросы задают. Вот, там, то, что Равин, например, ответил в той группе. Добрый день. Кошерное, в отличие от халяля, это мясо, не просто мясо кошерных животных. Это животное должно быть правильно зарезано. Ну, может, чуть-чуть мы об этом посмотрим дальше. Потом должно быть проверено на болезни. То есть, например, животное в России, например, если брать, то коровы будут кошерные, при том, что они правильно зарезаны, после этого факта, они будут зарезаны где-то, кошерными будут только где-то 2 из 10 по состоянию разнообразных их органов. Там еще, если у него есть какие-то заболевания разные, какая-нибудь там, что-нибудь с печенью не то, в общем, любое какое-то заболевание, которое делает животное более слабым. И, ну, как бы теория такая, что оно может умереть в течение года из-за этой болезни. Это все тоже не кошерное. То есть, поэтому кошерное мясо более здоровое в том числе. Потом из этого мяса вытаскивается вся кровь, потому что евреям нельзя, ну, высаливается. И, в общем, заканчивает он тем, что при употреблении халяльного мяса с каждым маленьким кусочком размером с маслину, точнее, не с маслиной, а вот, точнее, вот такой, да, вот, спичечный коробок, с каждым вот таким кусочком объема съеденного мяса нарушение в районе 5 запретов Торы. Вот. То есть, мясо это такая одна из, то есть, это вот то, что неправильно, то есть там свинина, неправильно зарезанная говядина и все вот эти вопросы с мясом, это то, что то, которым, то, чему мы бал ставим прям самый низкий. Это прям 0-0. Окей. Ну и дальше, сейчас вот пойдем уже в более конкретные моменты, ну и вопросы. You are welcome. Теперь, больше это про халяль было. То есть, три заблуждения, значит, я не в свинину, это кошерно, все нельзя, или халяль. Окей. Если у вас есть какие-то еще, предлагайте, что люди, бывает, что думают. Это интересно. Сейчас стоят такая штука, когда люди начинают соблюдать некий кошер стайл. То есть, или кто... Ну, ты понимаешь, что они. В принципе, вот этот курс, он будет только о кошер стайле. Ну, единственное, в чем отличие сейчас будет... Но все равно не кошерное. Единственное, в чем сейчас будет отличие, в том, что проблема в том, что это мы придумали название. Потому что, если у тебя это, как бы твоя личная промежуточная версия, в которой ты движешься к чему-то еще получше, и как бы ты понимаешь, что это как бы не предел совершенства, вот, тогда это одна история, о которой мы здесь и разговариваем. Но если ты придал этому название, то, что я делаю вот это, и вот это, типа, ну, законченная тема, и дали этому определенное конечное название, вот это, есть в этом определенная загвоздочка. Окей, теперь важная такая идея. Большая часть всех продуктов в России, Украине, я думаю, что в любой стране, в супермаркете, и я думаю, что без экшера, в магазине, они кошерные. Окей? Это первое введение. Второе. 30-60% того, что вы едите уже в своей жизни, вы едите кошерное. Вегетарианец, он, наверное, на 70-80%, грубо говоря, да? Если человек веган, то уже, ну, наверное, 90% того, что он ест, это что-то около кошерное. Был глава поколения в литовском мире, он говорил, что, в принципе, человеку нужно начинать свой путь к Богу с кошерного. Несколько идей таких, вы уже видели видео про идеи, видео я снимал, но чуть-чуть их напомним, да? Что идеи с кошерным общие, душа открывает, ну, то есть, когда человек ест не кошерное, его душа закрывается, то есть, кошер это как бы такой пропуск телу к чему-то божественному. Еда – это жизнь, тело обновляется за 7 лет, все клетки, то есть, это то, что ты ешь, так что, если ты 7 лет ел свинину, так что ты через 7 лет в общем-то свинина. Также это связано с дисциплиной и самоконтролем, потому что это одна из самых основных, то есть, еда и секс – это две основные чувственные сферы, в которых у человека сносит башню, он не может себя контролировать, и человеку очень важно, ну, то есть, чтобы у него мозг работал, кашрут делает человека вот в этом плане намного более осознанным, то есть, когда ты думаешь, что ты ешь, это ты как бы во всех сферах жизни начинаешь думать. Вот. Еще один такой момент. Ну и, а началась вся история с того, что Адам что-то съел, а мы это исправляем тем, что мы не суем в рот все подряд. Окей, теперь, и теперь вот конкретные вещи какие-то, прям базовые, базовые такие конкретные вещи. Значит, для начала просто есть больше овощей. Овощи, в принципе, все от 0 до 10, да, овощи все на 10 и на 20, в принципе. То есть, сложно. Единственное, что там есть заповеди по мудрецам, есть некоторые темы с плодами земли Израиля, которые мы сейчас оставим в стороне. Просто упомяну для галочки, например, там авокадо, если оно привезено из Израиля, то нужно, чтобы на нем, да, был какой-то экшер на коробке, потому что именно в плодах земли Израиля есть дополнительная тема, что там надо отделять десятины от них, чтобы их употреблять. Но, в принципе, все овощи сами по себе, то есть, это надо еще найти, как бы такое, да, но, в принципе, все овощи это прямо, ну, полностью зеленый свет вообще, да, то есть, поздравляю, съедаю любой огурец, вы едите кошерное. Это уже очень хорошо. Теперь, следующий момент, самый, который мы уже упомянули, мясо. В мясе важен метод его, метод вот этого зарезания. Давайте я вам сразу покажу, сейчас прямо на сайте. Сайт называется, в Украине просто, к сожалению, пока нет такого централизованного сайта, на русском он есть. Московский раввинский отдел кашрута. Здесь вот все разделы, главные законы кашрута, общие, да, вот если сюда зайти, вот это самая известная книжка, путеводитель по кашруту, как бы все базы, вы здесь можете посмотреть, ну, как бы здесь по всем основным вопросам. Теперь, вот я вам сказал про мясо, вот видите, это ножики, причем здесь они черные, не знаю, обязательно так должно быть, или это для красоты просто. Теперь это называется шхита с мясом. Оно должно быть зарезано определенным образом. Есть такая вот штука, знаете, вы когда режетесь, это считается самым гуманным способом за убоя животных, при котором меньше всего адреналина и так далее. Знаете, вы когда режете, ну, чем-то таким, ну, палец, то это больно. Но если порезать там тонким листом бумаги или чем-то очень острым, то ты можешь не почувствовать кровь, или можешь вообще почувствовать, что ты порезался, только когда уже, ну, увидел, что порезался. У меня такое бывало. Вот, теперь там идея такая, что если вот этот человек, который это делает, он должен быть очень богобоязненным, и там должен нож быть очень, очень тонко, очень хорошо заточен, это делается там одним движением, и идея в том, что там перерезаются сразу все главные артерии, и давление крови от мозга спадает, и животное, оно умирает раньше, чем оно успевает что-то почувствовать. Вот, то есть, это такая вот, такая вот история. Ну, и вот здесь там три ножа они показывают, да. Основное, зачем я вам открыл, просто показать, что здесь есть, да, вот, например, список продуктов, и зайти, например, здесь в бакалейные товары, вот, например, вот это самое, шоколад. Здесь по Украине я тоже видел такое же, в общем, например, если орбиты, да, то, ну, вот все, которые простые и белые, они и в Украине, в Украине тоже кошер, про остальные я не знаю, я просто не углублялся, но эти списки есть, если кому-то интересно, я найду, могу послать. Дальше смотрите, ну, просто вот я сказал, да, что большая часть, она, это кошерные вещи, вот, если просто даже по сладкому идти, да, тублерон, ну, практически все, и тублерон, они только одной фабрики есть, вот, кроме одного какого, которого я даже не видел никогда. Феррера, любого европейского, любого европейского производства, тут смотрите, тут все киндеры, киндер макси, в общем, все киндеры здесь находятся. Тик-таки, вот, два вида кошер, дальше, линдт, ну, вы его знаете, да, он здесь тоже, я его здесь покупал, в общем, все виды там, да, ментосы из Нидоландов, они здесь продаются, я их находил, риттер спорты, марсы, сникерсы и так далее, из Нидерландов, в России еще были российские тоже, марсы, здесь написано, что именно из России, надо проверить, по-моему, марсы, которые здесь нидерландские, они тоже, с ними все хорошо, все мелкие, в общем, ммдмсы, то есть, в общем, у вас, если вы любите какую-то шоколадку, вы всегда можете найти какую-то, то есть, если вы хотите шоколадку, и у вас, перед вами лежит там, вот, вы заходите в любой супермаркет, перед вами лежит две шоколадки, вы всегда, как бы, без затрат, без усилий, и без, вообще, без любых потерь, можете просто вот так руку, вот так сделать на 2 см, взять другую, и вы съели что-то кошерное, а не что-то не кошерное, то есть, это, ну, то есть, это просто элементарно, просто чуть-чуть ознакомиться, вот, с этими списками, кашер.ру, это тоже, как бы, там не все обязательно применимо, там надо смотреть, как бы, производство, и не всегда все применимо точно к Украине, но, как бы, общее представление, общее представление это вам даст, так, окей, про мясо чуть-чуть рассказал, дальше, вот, и каждый кизай такого мяса, это, как бы, минус 10 в баллы, очень негативная вещь, дальше вы знаете, что еще по Торе, с чем такие самые известные проблемы, я не знаю, есть ли смысл большой обсуждать насекомых, кто-то ел насекомых этот раз, но только, когда муха случайно в глотку залетела, я думаю, что это, как бы, самый единственный случай, ну, бывает какая-то мошка, ну, надо держать рот закрытым в этой ситуации, я думаю, что, когда ты вдруг оказался в Таиланде, у меня просто там есть знакомый, он там ел жареных тарканов в этом, сказал, на вкус, в общем-то, ну, похоже на, типа, не супер, но похоже на курицу, в общем, как-то, но я думаю, что можно удержать себя и не съесть, я думаю, что ничего не сильно не отломается от того, что ты не съешь этого таракана бедного, все тебе галочка в жизнь твою, в отношении с Богом, я думаю, что, как бы, во взвешивании, в простом взвешивании Бог против таракана, как бы, Бог звучит лучше, окей, дальше, что еще есть, про рыбы мы говорили, вот, Мила когда-то у меня где-то спрашивала, где-то у меня спрашивала, в Буковилле ты у меня спрашивала, что про рыбы, рыбы очень просто, мы едим рыбу какую? классическую, рыба, вот, рыба-рыба, такая, рыба-рыба, что у рыбы-рыба должно быть? У нее должны быть, это тоже на этом сайте, вы можете все по базовым вещам почитать, у нее должны быть чешуя и плавники, теперь получается, что что-то входит, любая там, вот эта упакованная красная, полузасоленная, или стейки незасольные, там, какие-то нарезанные, красные, красные вот эти все рыбы, лососи, семги, кто там, сибасы, ну, если целые, да, тоже, то есть, в общем, все, что с чешуевой и плавниками, уплывают мимо евреев, кто, соответственно, из таких, из рыбоподобных, сомы, ну, и все, к сожалению, это как бы, самая моя большая боль, потому что, любимое у нас было, до свидания, когда-то, это было, креветки в кляре, ну, вот, креветки уплыли из моей жизни, ну, я не сильно плакал, вот, креветки и лобстеры уплывают, вот, это по рыбе, и это как бы основные такие вещи, то есть, насекомых мы особо не едим, в отличие от некоторых, и вот мясо и рыба, это как бы топ, такие вещи, в любой раз, когда вы можете где-то там, вот мы сейчас дальше дойдем, да, когда перед тобой лежит какой-то выбор, дальше сыры, желтые сыры, они все будут, это будет проблема мяса с молоком, потому что закваска, она в обычном сыре, она всегда какая, животная такая закваска, соответственно, это мясо с молоком, но здесь в Украине есть, например, сыр Филадельфия, белый вот этот, да, он, он кошерный, тофу они есть прямо со знаками кашрута, то есть, вот такие вот всякие белые варианты есть, окей, есть еще вопрос с кровью, ну, в принципе, если вопрос с мясом закрыт, то единственное, где с ним можно столкнуться, это с яйцами, в вопросе, когда ты делаешь себе яичницу, как решить этот вопрос, очень просто, покупаешь белые яйца, в коричневых яйцах, там всегда как будто из дробевика в него выстрелили, и там такая, в общем, какая-то что-то такое красненькая плавает, а в белых яйцах, там я ни разу ничего не находил, то есть, там очень сложно что-то найти, на евреях всегда смотрят, в общем, внутри, окей, мясо с молоком, опять же, окей, это я даже дальше скажу, когда мы дойдем до Макдональдсов, ну, в общем, все вот эти вот мясные и сырные моменты, это прям плюс тысяча очков, и это 90% кашрута, дальше, выпечка, ну, теперь, если чуть-чуть уже заходим в вопросы заведений, да, то есть, я просто человек, который там что-то там, ну, типа, еврей, еврейство прикольное, я хожу там в какие-то заведения и так далее, и, то есть, мы говорим сейчас не про, в общем, я не хочу опять это оговаривать, в общем, вы знаете, про что мы говорим, теперь, если у меня есть как бы выбор, да, вот, например, заведение с выпечкой, в котором есть там слойки с какой-нибудь ветчиной, или в заведение, где их нет, разумеете, лучше пойти туда, где, ну, как бы, этого нет, да, где, где просто, то есть, это уже плюс и уже какая-то галочка, без маргарина там еще лучше, если это какая-нибудь веганское заведение, выпечка оттуда, это еще лучше, это уже что-то близко, что-то близко к десяточке, окей, хлеб, хлеб по составу мы обычно смотрим, если там нету какого-то большого списка, я простой состав, то в обычном магазине тоже можно покупать хлеб, окей, ну, на таком, на базовом, на базовом уровне, про сладкое я вам уже показал, списки очень большие, про молоко я уже сказал, в общем и целом, да, питье, соки, лимонады, ну, в общем, сложнее найти то, что не кошерно, в общем, достаточно сложно найти то, что не кошерно, большая часть всего этого, с соками только, ну, мы, как бы, говорили, не будем говорить про вопросы по мудрецам, есть там вопрос, что с виноградом есть Дерабонен, некоторые вопросы, ну, поэтому там евреи не покупают виноградный сок, например, в магазине, ну, или что-то там, или с виноградным уксусом, что-то такое, ну, это как бы, это так я в скобках просто сказал, для справки, кетчупы, есть, например, Heinz из Нидерландов, он продается, вот, например, на рынке у меня продается, в магазине продается, еще какой-то есть, по-моему, чумак, это я не отвечаю сейчас за, за, за базар, но, по-моему, то ли чумак, то ли, я не помню, в общем, есть еще какой-то кетчуп, например, буквально в России тоже есть свои, алкоголь, любой вид есть кошерный, в большом количестве наименований, ну, то есть, любой там, виски, там, ягермейстер, рома, пероль, ну, то есть, любую водку, водку нужно постараться, чтобы найти некошерную, пиво нужно постараться, чтобы найти некошерное, ну, и опять же, вот только, опять же, в скобочках, по мудрецам есть какие-то вопросы с, ну, это опять отдельная тема, там, вино, коньяк, мартини, все, что на этом самом, на винограде, мед, ну, просто вот обычный мед его можно, так вышло, ну, там есть, как бы, может, какие-то сбоковые детали, но не будем о них, и теперь в такие, в серые зоны больше залезем, да, например, там, если он ест, роллтон, да, например, вот, в чем, например, с роллтоном проблема, с роллтоном может быть проблема, там есть яичный порошок, но это, как бы, уже тоже не по Торе, а там, как бы, это уже сложные, более сложные вопросы, и там его количество меньше 1,60, в общем, но с чем там например может быть проблема это с приправой она там там прям ну как бы там есть курочки всякая такая история вот и но то есть купить там тот же роллтон и и засыпать туда приправу просто какую-то нейтральную ты тоже молодец аплодисменты вот ну опять же мы все говорим про очень basic уровень хорошо теперь по заведениям как бы еще человек не не переходит на кашрут у него все ходят макдональдс он тоже сам туда захаживает в общем окей да теперь вот про эту ситуацию мы разговариваем даже не то есть уже в этой ситуации можно очень много сделать очень много сделать то есть то есть например есть курицу да то есть у тебя вот есть просто вот меню ты как бы ты уже здесь ты в этой ситуации но что-то вдруг внутри такое так я еврей ну вот я вам рассказывал да и переходил с этих там чикинов на чизбургеров на это и если ты делаешь как бы с каким-то уровнем осознания по какой-то причине это очень это очень как бы может очень драйвить очень продвигать тебя дальше очень заинтересовывать это очень круто то есть чикины то есть что-то куриное если у тебя есть выбор взять куриное например или мясное куриное лучше но куриным и тоже нужно как бы если мы говорим про десяточку и выше там тоже нужно шхита чтобы это было кошерное но это как бы если мясо это на не знаю на ноль да то курица это не знаю на ну сложно сказать на 4 скажем да то есть это ну то есть это другая совсем другая совсем история если мы говорим как я уже говорил да там вегетарианец или веган он как бы он уже 80 90 95 процентов вещей в его жизни они кошерные в чем могут быть вопросы с с веган то есть вегетарианская там побольше да каких то может быть вопросов там есть может сказать я не помню что там есть молочная там есть да то есть там может быть что-то в веганском там есть вопрос ну отдельный вопрос по мудрецам которые мы не будем обсуждать что там да может быть это в теории там где-то могут быть жуки но если там например ты соответственно это взять особенно типа из целых овощей, да, например, какой-то салат, с ним вообще нет никаких проблем, жуки, как бы, ну, тоже, особенно если это зимой, то сложно купить что-то с жуками, ну, капула, я имею в виду, там, капуста, трава, вот это все, но бывает, что можно там что-то удивительное, какую-то вещь найти, вот, то есть, теперь, к чему это все, что человек, как бы, если у тебя есть выбор между, вот, Макдональдс и вот, как бы, там, какое-то веганское заведение, то, ну, как бы, свернув не налево, а направо, ты выиграл очень-очень много баллов, и, то есть, для человека, который на старте, ему нужно отдавать себе в этом, отдавать себе в этом отчет, окей, и то же самое, например, если говорить про более-таки легкие вещи в плане кашруты, например, там, роллы, например, да, то есть, если это ролл без креветок, без морепродуктов, а просто вот это вот, ну, вот эта зеленая штука, там, рис и какая-нибудь там красная рыба, то это тоже вообще не чизбургер, как бы, и не гамбургер, и это уже намного, намного более, то есть, там, ну, намного более легкие и позитивные вещи. Можно я не буду опять оговаривать, мне просто все время хочется оговариваться, что, ну, все же, вы же понимаете, ну, в общем, я не буду этого делать. Вот, значит, что еще, что еще из таких промежуточных вещей, можно сказать, вот, как бы, основное то, что ключевая идея, которую теперь мне вот надо сказать под этим всем, как бы, вот сейчас я закрываю эту крышку на этом, на этом всем уроке про, про кашрут, в перке вот написано, что по, по усилиям награда. Вся награда человеку, она идет не в, на его божественный счет, на его, в его отношение с бесконечным богом, она идет не по тому, где он относительно других людей и относительно какой-то вот абсолютной рамки, не знаю кого, она относительно того, сколько усилий он вкладывает в то, что он делает. Теперь, если для тебя выкурить вот эту сигарету, это было усилие, и ты это сделал, выкурил на одну сигарету, сейчас шаббат меньше, или свернул от, от Макдональдса за роллами, а в роллах купил ролл не с креветкой, а с лососем, или свернул там в беганское место, это, как бы, это уже очень, это, это большое усилие, за которое идет, то есть это, это, как бы, твой, твой вклад, это уже за это идет очень большая награда, и сложно сказать, что это сложно, сложно сделать. То есть человек, как бы, у каждого человека, вот, выкурить сейчас на одну сигарету меньше, это все твои отношения с богом сейчас, и вся твоя тора сейчас. И самое главное, это дальше, как бы, двигаться маленькими-маленькими шажочками, все выше и выше. Теперь, в, что еще нужно сказать? В прошлые времена, какие-то там, в советские особенно, да, это было, с кашурцем было, например, очень тяжело, то есть нужно было самому все готовить. Сейчас есть что в Киеве, не знаю, сколько есть кашурцем, есть ресторан, да, несколько, один, по-моему, закрыли, есть всякие кипиш, есть Руставели Шота, добро пожаловать в магазин большой, в кошерный, есть на Подоле магазин маленький, кошерный, есть в, там же, это дворец спорта, да, там же есть кафешка и с молочным и с мясным, на Подоле есть и ресторан, есть пито-кошер, аплодисменты, значит, и что еще есть, самое любимое заведение Киева, да, есть еще, прям, а, там, кстати, с чизбургером, прикиньте, прям мясо с молоком, представляете, ну, там кокосовое, разумеется, значит, сыр, но на вкус, как в Макдональдсе, я чуть-чуть еще помню, окей, и что есть всякие кеттеринги, есть всякая выпечка, то есть вопрос вот этот закрыть достаточно несложно в нашей сегодняшней жизни, ну, и теперь повторю, с чего мы вообще все это начали, как бы кашрут в самом низком разрешении, это как бы каждый раз, когда ты повернулся, отвернулся от некошерного мяса или некошерной рыбы, или от хотя бы менее такого, от такого более конкретно мясистого заведения, это твой очень серьезный вклад в твои отношения со Всевышним на сегодня, и это очень важно знать, важно учитывать, и важно всегда двигаться дальше, ну, как то же я рассказывал, что вот эти, переход с чизбургера на гамбургер меня тогда достаточно сильно мотивировал, окей, хорошо, какие-то вопросы по конкретным моментам есть, когда задавайте, может, мы что-то забыли? Можно спросить, я говорил про виноградный сок, есть виноградное масло, его можно или оно не считается, например, есть, типа масло, если виноградный босочек, и приедет даже, если не так, мне кажется, что это тоже считается, в лезере вы тут, да, мне кажется, что это тоже, ну, это вопрос по мудрецам, но мне кажется, что масло, оно тоже входит в виноградную эту историю. Даже, типа, из его, типа, косточка, если бы не из... Любые продукты из винограда. Я хотя и... Я не уверен в этом, надо проверить будет, насколько знаю, нет, но надо будет проверить. А, окей. Хороший вопрос задаете. Да, но этот весь вопрос, он, это вопрос не из Торы, то есть мы здесь, как бы, собирались только по Торе, это вопрос, что обычно вино, это то, что использовали в идолопоклоннических всех актах и возлияниях на жертвенников, и это, как бы, было такое отдаление от идолопоклонства, то есть проблема не в самом вине, а в том, как бы, что с ним ассоциировано. Так, еще какие-то вопросики, если есть, задавайте. Ну, по таким, по серым зонам, вы же больше их нигде не зададите их в кошерных местах. У меня есть еще один тупой вопрос, который не просто я люблю такие. Ты сказал, что нельзя есть насекомых, туда не относятся пауки, потому что они не насекомые. Это по... Можно, если есть пауков? Ну, по Торе, в общем, там вот в эту всю историю входит, я не перечислял, например, там всякие ящери, то есть туда входит все вот это ползучее, ну, вот все вот это вот, вот эти все ящерицы, лягушки, тараканы, пауки. Ну, то есть, если там с точки зрения какой-то биологии и каких-то видов там паук, он почему-то считается ненасекомым, то я думаю, что, ну, вот из присутствующих мало кто знал, что какие-то биологи считают, что паук это ненасекомые. Вот, ну, в общем, он, у нас он насекомый. Ты знаешь, каждый человек, который учился в третьем классе, что-то слушал. Да, и кто это тогда такой паук? Ну, хорошо, тоже нельзя, в общем. Это отдельный класс. Хорошо, окей, тогда вот для меня вид лобстера тогда, или рака тогда, ну, хорошо. Окей. Ты говорил про яйца, что если там есть кром, то вот там это пригодное, оно непригодное, в смысле, с него выковырять можно ли оно вообще вообще? Да, из коричневых яиц, да, из них можно выковырять, то есть из яблочка, в котором есть червячок, из него можно вырезать червячка и все, что вот вокруг, вот такое вот там, ну, это, ну, лучше, понятно, другое яблоко взять. Из яйца из этого, из него можно это выковырять, но просто иногда бывает, что там такая одна красная точка, ее можно выковырять, а иногда бывают вот эти коричневые яйца, что там просто, ну, то есть оно такое, что там ты будешь... Да, с твоего позволения, если кровь находится в желтке, то выковырять нельзя, если в белке, то можно... А, я не знал, что она бывает в желтке, даже ни разу. Ну вот в белых яйцах, я говорю, я ни разу, по-моему, вообще ни разу не нашел, но я не помню. То есть чаще, понятно, у меня Йоха проверяет, но я сколько проверял, ни разу не видел, ну, бывает, все бывает, вот. Так, хорошо. А если брать перебелиные яйца, что-то по контрольсии? По перебелиным, если яйца варят, то их не проверяют. Вот. Вареные яйца не в счет, их, если жарят, ну, то есть ты, когда разбиваешь его, ну, смотрят с разных сторон. Окей, вот такой у нас был заполучасовой бриф. Еще какой-то вопрос, если есть, а, давай, Костя, спрашивай. У меня слово. Да, что? Костя, еще раз. Очень базовый вопрос. Давай. Это вопрос от меня, но тем не менее, а почему другим народам вообще можно есть лобстер, а нам нельзя? Ну, потому что мы особенные. Должно быть что-то больше. Хорошо, я подумаю, у меня нет вот так вот. Ты спрашиваешь именно про лобстера? Вообще. Окей. Хорошо, мы подумаем об этом. Я тебе куда-то ответил. Потому что траки дорогие. Это просто бережет наш карман. Траки не дорогие. Окей. Это нам вкусно, но больше важен для нас. Да. Окей. Часто просто такой я пока что базовый ответ дам. Во многих вопросах вы, например, можете ответить там как бы про, что у треугольника там три стороны, про какие-то свойства треугольника. Но в конце концов, когда вы доходите до вопроса, почему сумма углов треугольника, она всегда 180, вы как бы всегда упираетесь в какую-то точку, что после почему уже нет ответа. Про, можно ответить общие, ну вот то, что я уже делал в том видео про смысл кашрута, общие вещи, почему это важно. Можно про каждый из видов, что, например, там вот эти все, там, которые в Илу копаются, там, сомы и так далее. Вот эти все креветки и так далее, они копаются в, ну в общем, они едят как бы отбросы зна. И вот эти все крабовые, они тоже как бы употребляют снизу. То есть, это как бы один момент. Второй момент, это то, что по торе у каждого животного есть какая-то энергетика. Ну, тоже я в том видео говорил, да, что хищник, он, как бы, это одни качества. То есть, у них очень, птичка, она такая летает, там, калибрит, да, что-то нектарчик пьет. Лев, он рвет добычу. Лобстеры тоже там, про лобстеров, вы знаете, например, лобстеры, они очень интересные. Они, когда они дерутся друг с другом, там, они выпрыскивают, они очень агрессивные. Там очень жесткая система иерархии. Они там борются за, очень жестко там доминируют, борются за власть. Они выпрыскивают там какие-то, вот у них под глазами какие-то сопла. Они выпрыскивают такой состав, в котором есть весь состав их генетический, данные об их размере, об их поле и еще там о чем-то. Так что тот лобстер, он понимает, как бы, с какой маркой машины он связался и начинает сбегать. Вот, например. Ну, то есть, там, как бы, можно разбирать каждый вид. Сложно ответить конкретно каждый раз, как бы, что, но в общем можно ответить. Если хотите, дальше, в следующий раз, глубже в это пойдем. Все, я думаю, здесь надо закончить. Вы, пожалуйста, еще вопросы, любые, прям, которые есть, вы мне их присылайте, и я тогда буду их в следующий раз... Прям вот любые, самые глупые. Глупые вопросы лучше всего. Все, тогда запись, bye. Субтитры сделал DimaTorzok